Так, пробег 1573,9 километра, расход 5,2, понизился, чуть-чуть 83 литра сожгли, 26 часов пути, ну 27 часов, 58 километров в час, средняя скорость. Друзья, всем огромный привет, не знаю как у нас видно, вот так наверное будет видно. Сегодня у нас 7, камера чистая, 7 августа 23 года мы поехали дальше, с гостиницей мы уехали. Гостиница в принципе нам понравилась, все уютно, все классно, единственное там с душем кое-какие проблемы были, он плохо разбрызгал, вот вам координаты, если интересно. Мы поехали дальше, мы поедем сейчас на Саратов, по центру проедем и дальше на другой берег, поедем к месту приземления Юрия Гагарина и по другой стороне до Волгограда. То есть там Приволжский, еще какой-то, ну такая заправка мощная. Бензин 95, 55, 25, 92, 50, 30. Все, поехали на Волгоград, утро следующего дня. Мы не завтракали, мы только умывались, душ ходили и собственно и все, завтракать позже будем. Проехали с нашего, с начала поездки 1508 километров, средний расход 5,2 километра на садку, 19 градусов за бортом. Все, погнали через Саратов проедем, только мы не будем прямо искать там достопримечательности, мы просто мимо летом. В принципе за две с половиной тысячи, шикарно, да, вообще, номер с пуфиком, там посуда даже есть, мы нашли, то есть вообще круто. Такую цену, если как бы обзванивать заранее, выбирать, то вот все лучше и лучше идем. Первый раз там 2 500 дяденька на М5 предлагал, без кондиционеров, тесная комната, короче. Еще 200 за раскладушку. А, еще 200 за раскладушку, ну в общем, нашли в итоге за такую же цену, но тоже без кондиционера, но побольше, да, чуть-чуть комната. А вот сейчас за 2 500 вообще шикарно, с кондиционером, блин, тишина практически, может, с холодильником. С холодильником, да, с телевизора, ну, в общем, все вот полагается. Две комнаты. Да, две комнаты, двухкомнатные, наверное. Прямо еще есть в бане, думаю, интересно, там в бане, видимо, можно сходить. Ну, комнату, ну, комнаты мы показываем в предыдущем, видимо, в конце, посмотрите. Заехали в Саратов, все время приведут отсюда. Кстати, до Кисловодска нам осталось 1200 километров примерно. Да, слева дома прям хорошо всычиваются. Тут на въезде со стороны Сызрани магазины, торговые центры, заправки. Еще куча инфраструктуры. Дорога пока нормальная. Дыр не встречаем. И в дырку попали сразу. Это люк. Люк. Магнит. Зарина. Туда сюда. Бурген Кинг. Ну, короче, большие торговые центры вначале. Ты будешь зачитывать про Саратов? Так, еще одна какая-то заправочка. 95-54-45-92-50-29-GP. Так, ну, вояк, это все, сам город. Осторожненько. Так, шиномонтаж, моечка. Так, что-то на везде какая-то лужа. Кто-то протек сильно. Бургенечка проедем, чтобы машинка не марать. Стелла. Почему левее? Ага, понял. Две дороги. Ну, что, как-то все непонятно. Едем по проспекту строителей. Освещенная улочка. Освещенный проспект. Ну, что, конечно, как днем не увидишь всего-всего. Свои огоньки-то то есть. Саратов. Город на юге-востоке и европейской части России административный центр Саратовской области является городом областного назначения. Вместе с пригородным Гагаринским районом составляет муниципальное образование город Саратов со статусом городского. Крупный культурный и экономический образовательный центр Поволжья входит в двадцатку крупнейших подчисленностей населения городов. Не будучи городом-миллионером, одновременно является центром саратовской агломерации, население, которое превышает один на три миллиона человек. Население составляет Саратова восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто восемь человек на двадцать третий год. Дата основания декабрь тысяча пятьсот девяносто года. Разметка пропала, сразу не видно, куда едешь. Аплодисменты. Семки? Да. Чё-то мало, как-то. Прогай по городу. Чё-то знаю, то ещё тут дома поискать. Чё-то круговых движений куча прям. Это может, конечно, и хорошо. Ленинский район, что ли? Сейчас навигатор ведёт, наверное, куда-то к центру. Ой, блин. Калопцы. Они же красные. Куда они? А далее? Далее, далее. Ну, уже через Москуте перепрыгали. Дороги делаются, строятся, смотрю, в этом году здесь. Во всё. Да. История Саратова начинается в 1590 году. Когда в царствование Фёдора и его ванна была заложена сторожевая крепость для охраны южных рубежей русского государства. Во второй половине 18 века Саратов крупный перевалочный пункт и центр торговли рыбой и солью. А с 19 века один из центров торговли зерном. Куперцкий город с 1780 года, в начале 20-го года века. Группнейший по численности жителей город на Волге. Ну ладно, так что, едем дальше. Вот этими отрывочными. Дорогу тут прям глобально везде поснимали. А, Тань, найди экономику. Так, там где-то здание симпатичное, светится, но не видно. Прямо зелёненьким таким. Тут пошли торговые центры, Киа, Смонарок, Киа, я не знаю, продают, не продают, наверное, ещё продают. Ну, какой-то более тёмный район уже. Я так и не понимаю, мы по крайней всё ещё едем, что ли. Так, что это у нас? Соколовая улица. Там кого-то тормознули с мигалками. Уже развитать начинают. Что-то как-то все дома у нас по сторонам остаётся. Все высадки. Ещё ДПВ-сеньки. У них, видимо, ночной рейд. Здесь какой-то облава. После воскресенья в понедельник. Спахнела она работу. Свернули на улицу Чапаева. Вот тут уже жилые дома появились. Старого советского права. Типа, я так понимаю, без подсветки. Не подсвечу. Хотя издалека мы увидели где-то район прям подсвеченный. Хорошо. Колодцев тут, конечно, море. На дороге прям. Ну, вот чувствуется, что уже где-то ближе к центру едем. Домов много. Дороговых центров. Самокаты появились электрические. Так, здесь налево. Старинные дома. Улица Московская. Вот облабанка самое красивое здание. Ну, так-то симпатичненько. Со старинными домами. Только не все они тут реконструированы еще. Но там деланы нормально. Некоторые прям свои старые, видимо, обличие. У меня где-то здесь центр показывает, навигатор. О, здание подсвечивается красиво. О, какая красота это. Классно. А, вот, наверное, центр города. Ну, он что-то как-то достаточно темненький. С Олениным. Вот, второе, видимо, задание. Первый конституционный суд общей практики. Так, налево с ворота. Промышленность Саратова. Промышленность всегда обеспечивала город Саратов всем необходимым. Но с середины 90-х годов заводы начали закрываться и сокращать штат сотрудников. Так, например, ушли в небытие ламповый завод с ним, станкостроительный завод, маслозавод. Совсем недавно, в 2008-2009 году, окончательно развалился Саратовский авиационный завод. Его уникальное оборудование пошло с молотка. И огромная территория теперь застраивается домами и торговыми центрами. На остальных закрывшихся заводах происходит то же самое. На их площадях открываются рынки, на которые идут работать все те работники, которые трудились на заводе. В результате таких действий Саратов опять превращается в торговый город, каким и был раньше. Половина продукции, которая производила Саратов до перестройки, теперь ввозится из других городов или из-за рубежа. На данный момент в Саратове осталось работать несколько гигантов промышленностей. Вот на данный момент, мне интересно, это на данный момент какое? Они в 2008 году, что ли, все обсуждают? Саратовское электроагрегатное производственное объединение, основанное в 1939 году, до сих пор является лидером российского агрегатостроения. Это одно из крупнейших предприятий России, производящее электронные и сложные электротехнические изделия, применяемые в различных отраслях нового хозяйства. Значительный объем продукции составляет спецагрегаты для авиационных двигателей. Побочная продукция предприятия представлена холодильниками и морозильниками Саратов. А вот мы их делаем. Автомобильными компонентами, авиационными компонентами, дорожной техникой, производством и монтажом печатных плат. Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу ТНК, является одним из старейших российских производителей нефтепродуктов. Был основан еще в 1934 году. В последние годы завод углубляет переработку нефти, что позволяет ему увеличить объем переработки нефти более чем в полтора раза. В настоящее время завод производит более 20 видов продукции и занимает одно из лидирующих мест среди промышленных предприятий региона. Также можно рассмотреть варианты трудоустройства на ООО «Саратовский подшипниковый завод». Саратов Синтез, Саратов Оргстекло. В Саратове на сегодняшний день открыто несколько крупных торговых центров, которые предоставляют своим посетителям не только товары на продажу, но и большой спектр развлечений. Вместо напомнить, вот в торговом центре «Триумфс», «Арена», «Навигатор», «Нарма», «Поводный». Да и дела в торговом центре «Триумфс». Ну и Саратово живой. Короче, я не знаю, вот, может я не прав, короче, меня поправьте. Мне что-то в Википедии уже нравится, перестало совсем, потому что, во-первых, там сплошного негатив один, в основном, и зачастую есть информация, которую они там не описывают. То есть они до какого-то времени туда вкидывали люди, да, потом перестали. И, по идее, там возможность туда вкидывать, да, обычных людей есть, любых. Так туда негатива могут столько подпихивать сейчас на нынешнее время, что на самом деле правда это или нет, фиг узнаешь. Плюс они пишут, да, в настоящее время, блин, в какую информацию опубликована в 2012-2013 году, то есть, ну, там они не указывают, да? Нет. Ну вот, это минус большой, какое настоящее, то есть ты будешь считать в 2008 году, когда завод закрылся, да, и в 2025 году, и в 105 году будешь считать, что в настоящее время. И вот у тебя просто на уровне психики будет это откладывать, что в настоящее время заводов нет, там может уже 30 других построилось. Ну, то есть, как-то ущербная информация предоставляется. Посоветуйте, кстати, ребят, какие есть еще информационные ресурсы. Ну, мы-то уже домой только, когда приедем, посмотрим. Ну, что, до Википедии, да, какая-то она неактуальна становится. Так, а мы что, куда? В Англии, по-моему, приехали, по ходу дела. Да. Проездом через Англии будем. Что-то, вот, вообще много сотрудников дорожно-постовой службы. Видимо, реально, понедельник, день тяжелый, как говорится. Ловит вот с другой стороны, еще слева стоят. В Англии, если большие дома есть, но их две штуки, по-моему, здесь вот такие, которые стоят. С подсветочки симпатичные. Эхо-фонари выключились прям. Только заехали фонари, все, офф. Читает, читает. Энгельс, до 1914 года, Покровская, Слобода, до 1931 года, Покровск. Город Саратовской области России, второй по числу жителей города области. Административный центр Энгельского муниципального района. Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища. При падении у него реки Саратовки, напротив Саратова. Основан в 1747 году чумаками из Полтавской и Харьковской губернии. Флаг города синий, бело-красный, черный, желтый. Желтые и черные цвета на флаге от флага Германии. Память автономной республики немцев по Олджин. А белый и синий и красный от флага России. На гербе изображен волк, скот на котором везли соль чумаки. Входит в состав Саратовской агломерации. Предпринимались попытки выдвинуть предложение по объединению Энгельса и Саратова в единый город-миллионер. Население 225 428 человек на 2021 год. История. Акровская слобода основана в 1747 году на левом берегу реки Волги украинскими поселенцами напротив города Саратова. Прежде на этой территории были колумыцкие кочевья и ставка хана Аюки. Закладка слободы в 1747 году связана с указом империтрицы Елизаветы о начале добычи соли на озере Альтон. В 1851 году Покровская слобода в составе Новоузденского уезда была передана в состав Саратовской губернии. После открытия в 1894 году за Волжской линией Грязяно-Уральской железной дороги Покровская слобода превратилась в самый крупный рынок Заволжья. Бесконечным потоком пошли зерно, нефть, соль, лес, строительные материалы, товары из Азии. В 1901 году путешествующий в этих краях Амаликов написал свои книги. Если взглянуть на линию громадных хлебных амбаров, на соседнюю с ними площадь, сплошь обставленную каменными зданиями, то всякий заявший человек сразу же придет к заключению, что Покровская слобода изобилует коммерческими людьми и крупными капиталами. На берегу Волги, близ Слободы, стояли 6 паровых лесопильных заводов. Подожди, смотри, паровоз стоит какой. Настоящий. Так, я не туда поехал. Ладно, развернемся, все, может продолжать. В 1914 году Покровская слобода получила статус города с названием Покровск. В 1919 году город передан в состав Покровского уезда из Самарской губернии в Саратовскую. В 1931 году город Покровск переименован в город-энселение. В 1931 году падает 225 428, в 1920 году 227 049. Промышленность. Источником электрической и тепловой энергии в городе является Энгельская ТЭЦ. Промышленное предприятие города Энгельса, известное как в России, так и далеко за ее пределами. Завод металлоконструкций, выпуск станков для мебельной промышленности, завод Сигнал, авиационное приборостроение и газовая продукция, манометр, производство приборов давления. Роберт Бошт Саратов, бывший завод автотракторных запальных свечей, выпускает свечи зажигания. Бош Пауэр Тойл, производство электроинструмента. Бош Еврорадиаторы, Бош Отопительные системы, Энгельский трубный завод, стройматериалы, Энгельская мебельная фабрика, молочный комбинат, кондитерская фабрика. Ну так-то много всего. Да, много. Трансмаш, завод железобетонных изделий и много. Бывшие. ООО Энгельский локомотивный завод, признан банкротом в 2020 году. 9 ЦАРС, производство и ремонт бытовой специальной техники для вооруженных сил РФ. Больше не работает. Ничего себе. Так, вот все. Ну все, мы уже поприготовили. Конечно, второе предприятие тоже закрылось в нынешнее время. Что-то странно как-то. Может уже открылось, но все-таки подготовка-то вела Серна заранее. Что-то странно. Но это тема не нашего ролика, поэтому мы едем дальше. Уже на улице 23 градуса. А время-то всего 6 часов. Вот такие пироги с котятами сидят, они мелкают. В общем, сегодня, видимо, продолжение жары. Сейчас на сектор. Кстати, вот этот паучок, который у меня на зеркале, он со Снежинска. И он путешествует. Он постоянно мне эту паутину введет, а живет внутри зеркала. Блин. Я не стал ничего с ним делать. Думаю, ладно, пускай будет. И вот он, смотрите, вылез и сейчас залез обратно. Давайте его как-то назовем. Паучок Гена. Пускай будет. А, нет, давай Снежинска. Вот, Снежинска. Снежинска, потому что нифига он проехал-то. Прикинь. И запасов еды же хватило ему. Сегодня он тут паутину не свил. Вчера была. Видите, машина не только моя, а теперь вези паучка. Но мы с ним делать ничего не будем, будем смотреть. Может, там обратно вот этот Снежинска привезем. Зато он побывает на Кавказе. Ну, на югах, грубо говоря. Классно же. Рассказывает своим, там, паучихам. Еще кому-нибудь. Ну, если они умеют говорить, конечно, по-своему. Чего, нет? Паучки. Может, ему мушки попадутся. Кавказские. Ну, ему надо паутину с той стороны. Я не буду ему разрушать. Правда, машину мыть пойдем. Главное, он мойку-то пережил. А, ну, они сильно-то не моют зеркала. Конечно, он переживет тут все. А что, думаешь, кавказские мушки это чем-то отличается? Ну, заморские какие-то. Заморские, ага. Горные. Горные стрекозы. Дальше у нас село Смеловка. Там, где приземлился Юрий Гагарин. По назначению. Ну, и маме захотелось кофе-латте. Надо искать заправочку. Ну, на Луколе, правда, не вкусный кофе. Не, не нравится. Вот, на Газпроме вкусный. Но тут Газпром вряд ли встретишь нефть. Кстати, ребят, кому какое кофе нравится на заправках? Напишите. А я-то что-то уже с утра как-то это... Вообще кофе тут не пью. Так бодрячко у нас. Так бодрячко у нас.